Продолжение следует... Компания Apple опубликовала рейтинг лучших приложений 2015 года. Тех, что стали самыми популярными в магазине App Store в Рунете. Как выяснилось, важнейшим для нас является искусство отнюдь не кино, как могли предположить несколько десятилетий назад, а искусство селфи. Именно апплиты для обработки фотосамострелов особенно востребованы пользователями яблочной продукции. На первом месте по принесенному доходу и количеству загрузок FaceTune. В арсенале приложений множество инструментов для ретуши и художественной обработки автопортретов. Серебро среди платных программ для смартфонов и планшетов у другого фоторедактора Afterlight. А вот третью строчку заняла программа с длинным названием ВИН-проверка кода автомобиля через базу ГИБДД и ГАИ. Штрафы ПДД. Код МОТО 2015. Следом идут Limbo, Plague Inc, Shadowmatic и игра Earn to Die 2. Дальше мобильный антирадар, он же бортовой компьютер для авто. Также владельцам айфонов не было жалко раскошелиться на игру Minecraft Pocket Edition, программу для изучения английского языка Polyglot, ну и на гонки Need for Speed Most Wanted. По-иному распределены аплеты из раздела «Бесплатные». Здесь в «Лидерах» — «Лидер». Именно так WhatsApp — первый среди мессенджеров по всему миру. А на втором месте его конкурент Viber — бронза у клиента для соцсети VK App. А почетное четвертое место у приложений для покупки на торговой площадке AliExpress Shopping App. Есть еще Google и банковский клиент. В топ-10 игра «Борьба умов». Интеллектуальные дуэли с помощью смартфонов стали в этом году неплохой альтернативой таймкиллером вроде «Дурак Онлайн» или «Мортал Комбат Икс», которые расположились в конце лучших 25 приложений. Обзор лучших приложений прошедшего года будет неполным без wipe-on, ведь это приложение наше, от казахстанских разработчиков. И к тому же использование этого апплита в эти дни может быть весьма и весьма полезно. В праздники многие покупают разные бутылки с акцизными марками. Wipe-on создан стартапом под руководством Рустема Султан-Муратова в тесном сотрудничестве с Комитетом государственных доходов Казахстана. Это приложение позволяет определить происхождение алкогольной продукции. Для этого следует просканировать камерой смартфона акцизную марку на бутылке. Затем апплит начнет поиск в базе таможенников. Если водка или иной напиток, что называется, паленый, вайпен выдаст сообщение. Анонсировалось, что апплит будет доступен для устройств на Android, iOS и на Windows Phone, но в магазине Windows Market его уже нет. С зеленым роботом приложение все еще сотрудничает. Завершать новогодние выпуски ProNet стоит чем-нибудь праздничным. Далее рубрика «Видеопозитив и сети». Далее рубрика «Видеопозитив и сети» Далее рубрика «Видеопозитив и сети» Смотрите ProNet в эфире телеканала 24KZ или найдите нас в Facebook и Twitter и следите за новостями хай-тек в режиме онлайн. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова